привет ребята с вами андрей канал сделайся сам как уберечься от коронавируса для этого нужно при себе иметь дезинфектор чтобы дезинфицировать руки жидкость которая внутри это спирт не менее 65 градусов ну и не более конечно 80 потому что будет сушить руки вам и глицеринчик вот такой вот состав маска конечно она вам не очень поможет но если вы больны то по крайней мере вы не заразите всех остальных ну не с такой скоростью как можете без маски заразить и как бы все и тем более даже вот эти вещи очень трудно купить а что делать если вы были в общественном месте и вам нужно продезинфицировать свою одежду или скажем вам нужно продезинфицировать комнату в которой был подозрительный человек в этом случае вам поможет бактерицидная лампа что по этому поводу нам говорит интернет вот я набрал что мол купить бактерицидную лампу и смотрите прием заказа временно остановимся здесь большой загрузкой производства это через один сайт вот такая надпись и дальше давайте смотрим вот модельки есть и посмотрите вот это цены да хотя недавно не так дорого не стоили ладно следующий сайт какой-то тоже посмотрите нет наличие нет наличие а то что есть имеет вот такую вот цену жесть правда в общем не буду я долго томить есть очень простой и недорогой выход смотрите для начала нам нужно купить лампу дрл можно 250 можно 125 на которую вас хватит денег запросто посмотрите 85 гривен вот даже магазин розетка продает за 85 гривен купили такую лампу к ней нагрузку нужно купить еще вот такой вот дроссель стоит 196 гривен это тоже как бы недорого то есть вместе грубо говоря это все будет 300 гривен и это будет гораздо эффективней и намного дольше хватит чем вот эти лампы которых нет наличие которые стоят по 6000 гривен после покупки лампы и дросселя нам нужно избавиться от стекла внешнего каким образом можно с помощью болгарочки сделать надрезики а потом отломить очень очень аккуратно я пользуюсь другим способом взять накрутить вокруг цоколя нехромовую проволочку расположить это все дело на стекле сделать два барашечка симметрично и подать на эти барашечки напряжение при этом нехромовая проволочка раскалиться потом капнуть несколько капелек водички и цоколь отсоединиться таким образом от внешнего стекла после этого мы получим вот такую вот часть которая и может излучать ультрафиолет с этой лампой нужно быть очень аккуратным она наполнена ртутью поэтому ее ни в коем случае нельзя разбить если вы разобьете то обязательно проветриваем помещение течение часа второй момент по поводу дросселя дроссель вы можете купить вот такого исполнения можете где-то найти у дедушки бабушки в сарае можете купить электронного исполнения электронный дроссель а еще вы можете использовать качестве дросселя обычный трансформатор если первичная обмотка будет удовлетворять таким параметрам вот я взял транзист тестер и подсоединил к обмоточке этой и увидел вот такие вот значения 4 ома сопротивления этой обмоточки и 230 миллигенри это для дросселя 250 ватт можно принципе взять и послабее дроссель например на 100 ватт ничего страшного при этом не будет просто лампа будет послабее излучать вот такая вот схемка у нас получится когда вы включаете лампу обязательно надевайте очки из обычного стекла очки из обычного стекла не будут пропускать ультрафиолет таким образом вы спасете свои глаза после 30 40 минут на кварцевания нужно обязательно 7-10 минут проветривать помещение для чего это нужно потому что во время кварцевания происходит ионизация воздуха из кислорода образуется газозон который весьма ядовит и также вместе с ультрафиолетовыми лучами он убивает грибы бактерии и другие организмы поэтому обязательно проветриваем и потом убираем подальше от детей это все дело лампа светит синим цветом кажется что типа это как бы страшный такой радиационный зеленый для видеокамеры ни в коем случае не допускаем пока идет обработка помещения во внутрь никаких животных никаких людей ждем 30 40 минут и по окончанию делаем то что я сказал выше на этом все до новых встреч ребята пока и ни в коем случае не болейте